Разрушение школы номер один села Воздвиженка повергло в шок работников данного учебного заведения, когда вместо тетрадей на парты кабинета литературы жутким грохотом обрушилась старая кирпичная стена. Сейчас вот буквально вот стена прямо на парте, вот это вот всё. Школа разваливается. Это какой-то кошмар. Теперь это в прошлом. В Уссурийском районе начала работу новая среднеобразовательная школа, которая уже сейчас готова принимать первых учеников. О том, что городу готовится такой подарок, было известно ещё два года назад. Тогда всё упиралось в нехватку финансирования. Но благодаря председателю исполнительного комитета Виталию Наливкину удалось существенно сэкономить городской бюджет. Этого открытия ждали ровно два года. Весь Уссуриск с замиранием сердца следил за ходом ремонтных работ. До последнего никто не верил, что такое возможно. И вот подготовка новой школы на завершающей стадии. Руководитель строительных работ Иван Железняков в лучших традициях программы «Квартирный вопрос» с гордостью делится секретами чистовой отделки данного помещения. В данном помещении нами был произведён комплексный ремонт с использованием новейших российских материалов, которые соответствуют всем необходимым требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Наконец, всё готово к началу учебного процесса. Первые ученики, весело поднимаясь по школьным ступеням, заходят в свой новый класс, где им предстоит получать знания. Счастливые родители радостно наблюдают, как их дети садятся за новые парты. И вот, наконец, третьим «Б» – начало занятий. Сейчас по расписанию урок литературы. Преподаватель начальных классов Елена Бояринова первый раз читает Лермонтова в новой школе. «Скажи-ка, дядя, бедний даром, Москва спалённая пожаром, французу отдана». «Боже мой, вот это вам спасибо». Прервав по необходимости учебный процесс, в новый кабинет с букетом цветов заходит сам Виталий Наливкин, который прибыл, чтобы лично увидеть радостные лица детей, которым не придётся больше учиться в старой школе. «Виталий Иванович, блин, вы просто золотой человек. Спасибо вообще. Ребятишкам всё нравится». Услышав множество слов благодарности, Виталий Наливкин также отметил, что открытие новой школы в Уссурийском районе стало возможным во многом благодаря поддержке компании «Авиасейлз», которая занимается поиском дешёвых авиабилетов. «Бля, что тут происходит вообще? Что тут построили за шалман? Всё в краске». Не успев закончить изучение Бородина, учебный процесс снова пришлось прервать, поскольку посетить новую школу прибыл с проверкой начальник районного отдела полиции подполковник Алексей Андреченко. «Что это такое вообще, я не пойму. Вам нравится здесь учиться?» Осмотрев помещение, Андреченко был сильно удивлён размахом строительства. «Что это такое? Ты думал о безопасности, если у тебя кто-то свалится туда?» «Ты же туда не провалился». Также в ходе проверки возник ряд вопросов, связанных с безопасностью проведения учебного процесса в данном помещении. «А это что вообще такое?» «Это отопление». «Какое это отопление? Ты сам-то думаешь, что это такое вообще?» В ходе беседы Виталий Наливкин заверил, что данные технологические решения полностью соответствуют всем стандартам содержания и обслуживания общеобразовательных учреждений. «Ты что, это отапливается? С бочки отопится?» «Которая отапливает пить. Вот эту всю школу. Ты что, издеваешься, что ли? Вообще?» «А ты хоть такую смог поставить?» Оценив по достоинству новое учебное заведение, подполковник Андреченко выразил сомнения по факту проведения учебного процесса в данном помещении. «Это не школа вообще. Что здесь можно вообще в этой школе делать, а?» «А ты хотя бы всё здесь сделал?» «Я? А я не должен здесь вообще ничего делать. Я пришёл проверить, да. Значит так, короче. Здесь никакой школы не будет. Это я тебе говорю. Понятно? Что делаете, а? Что делаете, говорю?» Устранив всё, что мешало учебному процессу, Виталий Наливкин возобновил занятия и заверил учащихся, что впредь ничто не помешает им спокойно получать знания. Доказав на собственном примере, что обещания чиновников – не пустые слова, Виталий Наливкин добавил, что забота о подрастающем поколении – это безусловный приоритет каждого государства.